Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. И нам надо доделать задание Школы Медведя, снаряжение Школы Медведя. Пять элементов у нас собрано, осталось два. Телепортнёмся. Так, следующая наша цель находится вот здесь вот, в неизученном месте. Так, а тут не близко будет добираться. Через эти скалы мы не переберёмся. Я думаю, даже отсюда, наверное, будет ближе всего. Деревня Ранвейк. Пройдёмся, посмотрим вопросики. Красота. Давненько я не запускал Ведьмака. Какая же всё-таки эта красивая игра. Ну и музыка офигительная. Она очень соответствует атмосфере игры. Такая спокойная, уравновешенная. Расслабляет. Пенёк пустой. Так, а что это за место? Утопцы. Ага. Пустевшее селение. Мельница водная. Против утопцев нам... Так, не то. Привык, как вендерли. Кнопка для инвентаря. Для утопцев... Красная. Трупоеды. Давай. Покажи, на что ты способен. Руки-то помнят. Вот так вот. Помнят руки. Последний остался. Ну, покажи. Точно, точно. Вихоть же есть. Теперь звучит. Красота. Всё-таки система боя в Ведьмаке офигительная. Как ни крути. После Эликса. После страшной той системы боевой. Тут всё очень круто. Довольно просто. И удобно. Мама говорила, что ты герой. Вот они как-то сумели баланс между казуальностью и хардкорностью с Люстью в Ведьмаке. Игра вроде бы серьёзная, но не требует прямо супермного скилла. Как-то всё на балансе очень хорошо. В этом и успех. Кикумар. Синий. Нам красный, по-моему. Как же он их изрубил. Он уже 20 лет возит дрова по этой дороге. С чего бы им сейчас заблудиться? Может, их дриады похитили? Дедушка говорил, они когда-то жили в этих лесах. Я бы вот хотел, чтобы меня дриада похитил. Дурак. Ты хоть знаешь, что они делают с такими, как мы? Потрошат. А после кишки на деревьях развешивают. Другим в назидание. Ну, по-моему, они сначала используют их в целях оплодотворения мужиков. По-моему, так. Ну, что там? Поначалу всё будет неплохо. Только поначалу. Купец. С чем пришёл? С хламом. Покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Купи мой хлам. Так, ну всё, продал. Бывай. Сталь уж шипит, искры летят, руны отцов на клинке уж. Хрустят? Нет. Так, что у нас там дальше? По карте. Пройдёмся? Вот сюда. Интерфейс удобный. Не, игра настолько вылезно продумана. Просто поразительно. Да уж. Какая-то музыка великолепная. Ах, хочется слушать и просто плыть по ней, по этой игре. А что тут дети делают? Почему это я всегда копала? Хе-хе-хе. Потому что ты толстая. Ха-ха-ха-ха. Проси у неё прощения, Миккель. А то я сейчас с тобой вот этой палкой поиграю. Кто? Ой, блин, не то нашёл. Сори, сори, сори. Ну не ту кнопку нажал. Привык взаимодействия левой клавиши и мышки. Ладно. Всюду одно и то же. Капканы защёлкнуты, земля изрыта, кровь, куски шкуры. А добычи нет. Странно. Никогда о таком не слышал. А я вот слышал. На фарерах. Казалось, это старый медведь научился ловушки проверять. Чё себе? Так может и у нас такой ловкач нашёлся. Надо будет облаву устроить. Всюду одно и то же. Капканы защёлкнуты, земля изрыта, кровь, куски шкуры. А? Ну давай, просто подбеги и дотронься до черепа кита. Ты что, трусишь? Нет, только... Только что? Ладно, Еркин. Давай поменяем ему испытания. Не надо ему ходить на кладбище. Там призраки. Слабаки вы и трусы. Я с вами не играю. Дядюшка говорил, что у людей с большой земли головы как у кошек. А у тебя там по глазам... Может, Ларс принесёт с охотой зайчих шкурок. Я бы себе муфту сделала. Хм, сколько диалогов всяких. Не то, что мой волк. Единственное, что выбешивает, что лутать все дома можно. Это, конечно, неправильно. Так, как тут пройти? А, ну прямо через речку. На этот вопрос пока не пойдём. Так, кто это там? С них, кстати, красные эти выпадают. Иногда. Против Эндриак же надо тоже... Где оно? Вот, инсектоиды. Ах, и гнусный же ты. Мало как урона-то. Ты смотри. А, у нас же есть вот что. Да, блин. Чёртов гриб. Танцующая звезда. Вот так вот у вас, ребятки, а? Хорошо. Хорошо. Хорошая штука этот вихрь. Эх, ты тварь. Кто поджёг? Блин, хреново. Ещё и отравили. Против... Блин, не то, наверное, ладно. Против я даже там было лекарство. Ладно, и так разобрались. Ну чё, угостите меня красными мутагенами. Синие. Красный. Прекрасно. Прекрасный красный мутаген. Ещё один. Так, а нам идти куда? А, влево. Сюда. Посмотрим, что там у нас с мутагенами. Вообще вставленный у нас большой. Обычный красный, то есть средний. Ещё есть один средний. Надо один маленький, и всё, тогда будет супер. Хм, какая тут крепость. Огонь, кстати, горит. Никого нету. Школы... Перчатки, школа медведя. Вот так, уже нашлись. Да улучшенные причём. Их мы ещё и не искали. Вот так надо ставить. Так, а туда мы не попадём? Сюда. Еда, кстати, сильно восстанавливает здоровье. Такая водичка прелесть. О, хозерцо с туманчиком. Какой туман? Просто душа радуется. Да. Сто бутылок воды, ничего себе там. Так, горгульи. В принципе, серьёзные соперники, но уровень низкий. Что мы против них используем? Это вот... Ой, не то. Не то, не то. Ну, пусть так это будет... Чёртов гриб. Посмотрим, как там действует. По-моему, не действует вообще. Ну, будем лечиться. Секунду. Хорош. Новая запись, я первый раз горгулью убиваю. Вот так вот. Нормально, да? Элементальный пиан. Давай. Нормальная была битва. Кровь. Большой глиф. Игни... Это, кстати, то, что нам надо. Сапоги следовы-то. М-м-м-м. Большой глиф и Игни. Красавец. Мощь Квена. Квена мощь не нужна. Всё равно с одной удары разбивает. Вообще нет смысла. А вот мощь Игни увеличивать имеет смысл. О. У нас пока что ячейк мало ещё. В одежде. На следующих уровнях это должно улучшиться. Не, ничего переодевать не будем. Так, что вы мне принесли? Сердце чудовища и сердце горгульи. Два сердца. Хм. Они очень опасны, когда уровня повыше. Очень. Заразы каменные. Так, тут что-то ещё, по идее. А, ну я ещё не нашёл сами. Чертежи. Письмо рыцаря Халемира. Чертеж серебряный меч школы медведя. Милостивая ваша светлость, княжда. Фрагмент неразборчив. Герт ведьмак со страху перед гневом вашей светлости благодетельницы на скеллиги бежал. Оное же есть гнездилище пиратов, разбойников и прочих бандитов. Воистину, мило должно быть богам путешествие наше. Ибо мы скорейшим образом на след его напали. В то время, как и он у Корчмэнь недалеко от деревни Фирсдаль с местами пировал. Некоторые же его защищать начали, как сердечного товарища своего. Потому мы милосердие не указали, и корчму ядот лас палить велел. Ведьмак, однако, снова бежал. Но мы же он его преследовали до самых руин старой крепости. Этнер называемый. Где он скрывался, либо на чудовище, какое ловушке готовил. Неразборчиво. Набросились мы на него из засады со всей силой. Но он пятерых людей моих в схватке убил. Меня же самого ранил тяжко. А убегая, какой-то магией свод на нас обрушил. Однако не беспокойся, благодетельница. Поскольку мы отседово, освободимся точно. Тем временем я лагерь нечестивого ведьмаку обыскать приказал. И там на некий чартеж удивительного оружия наткнулся. Каковой вашей светлости, благодетельнице, выслать велю. Еще день-два, и откопаемся мы из этих развалин. Тогда настигнем ведьмака. А если будет судьба к нам милостиво, то в скорости уже за место письма пришлю я вашей светлости, благодетельнице, ведьмачий череп неразборчиво. В то же время должен я признать, что он уже самим отсутствием манер вашей светлости, благодетельницы, неуважения высказал. Только сам я слишком простой рыцарь, дабы суметь понять, как же это подлое создание могло вашей светлости, благодетельнице отказать. Отказать, ибо сия почет величайший, высшей светлости, благодетельнице служить. А кому такая служба не мила, тот подлец и проходимец. По счастью, вашу светлость благодетельницу боги хранят, и без жалостного узурпатора, минуемого вашим отчимом, и без помощи этого выродка, строну свергнуть удалось. Ибо сраная эта выродка обязанность допросит ваша светлость, снежамый темерски, чтоб за чудовищами охотиться. А отчим вашей светлости благодетельницей истинно чудовищем был и бестией, шохровь невинных владельцев лакал. А поскольку был он чудовищем, хоть и в людском обличье, то ведьмак его обязал быть убить. Согласно воле вашей светлости княжны, значит достойно есть и справедливо, чтобы этот выродок животом своим заплатил за то, что вопреки добродетели ведьмачьему закону поступает. Слуга покорной вашей светлости, Халемир из черного фридландайерба Брандт. Вот так вот. Серебряный меч. Гончий лист на ведьмака Герда. Зачтем. Настоящим объявляю всем и всякому, что ведьмак именуемый Гердом совершил преступление против княжеской тиары, а именно, оскорбление княжеского достоинства, вооруженное сопротивление княжеской стражи, сотрудничество с узурпатором и прочие поступки, несущие вред подданным княжеской тиаре. Каждый, предоставивший ему убежище, будет признан соучастником преступления. Обязанностью всякого подданного княжеской тиары является оказание любой возможной помощи расследователям, который прилагает все усилежь, дабы схватить бандита. Сим за поимку Герда Ведьмака и выдачу его живым или мертвым объявляем награду в размере 300 лукоморских динаров. От имени ее светлости княжны Ольги Ланги Харе, владычицы Лукоморья, Сесеренки Гелебола, Иероним Узер, Придворный Комис. Лукоморья? Владычицы Лукоморья? Там, где дубь зеленый. Так, значит, дальше обыскать разваленные корчмы, где его спалили. Неизвестно, выжил он или нет, которую спалили. Так, нам нужен телепорт. Тут вроде нету нигде. Так, 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 там еще эти. Эндриаги или как их. Так, против эндриаг. Масло. Зараза. Так, и выпить лекарство. Что-то откинул меня как. Теперь их яд меня лечит. Хороший, кстати, соперник. А что я выпил? Бутылочка воды. Ладно. Так, один красный надо этот. Плутаген. Нету. Лес какой. Офигеннейший лес. Не знаю, возможно, в Ведьмаке самый красивый лес из всех существующих на данный момент. Где еще, может быть, лучше? Вот. Лагерь горняков. Лукаш. Я взял бутылки воды. А, они, наверное, в другой слот. То есть у нас воды уже столько там, что слот не помечается. Больше ста штук. Это какая-то миссия. Не будем. Раньше времени начинать. Все, полетели отсюда. В принципе, лутать уже смысла нет. Уже настолько богат. Все, что хочешь, есть вообще. Ага. В этом месте мы вообще, наверное, не были. Там столько вопросиков. Развалены, корчмы. Ах, ты. Надо арбалет выбрать. Чем хорош составной болт? Он практически не промахивается. Кикрики. Ну, кто еще там? Голосовые связки. Ах, какая красота. Практически нон-стопом вот эффект красоты на меня действует. Наслаждение. Так, как у нас там факел? Не то. Вспоминай немножко клавишек. Блин, не могу не лутать. Ну, ничего не могу поделать. Это проблема. Заболевание. Так, а тут у нас... А, кстати, корчма. Которую спалили. Где она? Или ее все-таки не спалили? А нет, это другое, наверное. Так, что у нас тут? Письмо и цветы. Зачитаем. Фиаль. У меня для тебя злые вести. Корабль твоего отца затонул в южных берегов Артскеллига. Говорят, никто не выжил. Нашли только несколько тел, которые море выбросило на берег. Были они уже такие посиневшие и вздутые, что Йовика я узнал только по татуировке. Я сделаю все, что могу, чтобы подготовить тело к похорон. Но и ты готовься, что вид будет не самым красивым. Я знаю, что на том корабле было все ваше имущество. Так что, если тебе понадобятся деньги займы, не стыдись, а просто напиши. Твоего отца и меня связывали узы крови. Я тебе никогда не откажу в помощи. Варлинд. Семейный ста... И они... Они что, его не выловили? Ладно. Экономика в все-таки, видимо, окей непродуманная. Как ни крути. Слишком быстро деньги вообще не нужны становятся. Это далеко мне идти надо? О, это плыть надо. Ладно, сплаваем. Потом сюда вернемся. Скотина! Что там? Ну! Поплыли. Ух ты, корабль. И чайки сверху. И свет. Ох! Какое небо, какие облака. Да. Все, все трупы. Так, надо выпить косатку или каком-то. Косатка. Чертеж доспеха Тиссена. Все? Больше ничего нет? Это все их состояние было? Геральт каждый день 20 таких состояний находит. Хорош. Идеальная парковка. Ну, то он же сам плывет сейчас. Давай скорее, Геральт. Так, вверх подняться. Я даже метку не буду ставить. Вот это. Спаленная корчма. Кто же там внутри? Трупоеды какие-то стопудово. Так, надо воспользоваться ардом. Нет? Призраки. Попробуем так их замыслать. Неужели все? Как-то легко. 20-го уровня вроде были. Ты? Я ожидал большего. Против них вот эта вот вертушка хорошо действует. Так, свет. Сообщение. Гончий лист. А, это мы читали уже. Не то. Да. Записки корчмаря, чертеж, стальной меч, школа медведя. Сейчас мы узнаем, выжил ли этот ведьмак. Записки корчмаря. Было это уже под вечер. Явился ведьмак, грязный и заросший. Разил от него хуже, чем от рыбаков с фарер. Просил он комнату и бадью с водой, чтобы освежиться немного. Сперва я его опускать не хотел, потому что в руке у него был окровавленный мешок, а потом оказалось, что он здесь у нас с Йоргеном железной рукой договорился. А известное дело, друзья Йоргена наши друзья. Неразборчиво. Сумерки уже давно настали, когда Йорген объявился. Ведьмак ему мешок передал, и мы все узнали, что так воняло ужасно. Казалось, внутри была башка сирены, какую Йорген велел убить, поскольку она у пещерок на северо-западе из Пикерога на людей нападала. Вот это радость настала. А Йорген-то был рад, будто кашалота на удочку изловил. И всем сейчас же наливать начал. Ведьмак сперва пить не хотел, потому как собирался на стрыгу, что заявилась в руинах крепости на северной конечности острова. Но в конце концов согласился. Йоргену ведь не отказывают неразборчиво. Выручка у меня в тот день была замечательная. Ведь уже святать начинало, а никто домой так и не пошел. Ведьмак с Йоргеном напился и рассказами нас тешил. А потом мы у Гвинт играть сели. Йорген этот вояка может быть первоклассный, а вот игрок из него никакой. Просадил он со мной половину награды за сирену. Другую раньше пропил. А потом, как отыграться захотел, еще и чертеж проиграл какого-то стального мяча. По мне так мусор этот чертеж. Ну да хрен с ним. Я заклад принял. Неразборчиво. И ушел. Наверное, выжил ведьмак этот герд. Интересно, вот познакомимся с ним. Ну, сволочи, сожгли корчму. Так, сюда мы не пройдем никак. Там ничего нету. Не, вроде ничего нет. Секунду, я шарбалет выбрал. Или пока я не выстрелил он. Ладно. Где эта сволочь кричит? Иди ко мне. Попал. Вот так даже. Так, все, значит, с этим заданием мы разобрались. Надо, кстати, посмотреть, мечи какие-то выпали. Еще кто-то тут есть. Еще кто-то на карте показан. Призрак, возможно, еще один. Ну и хрен бы с ним. Так, телепорт у нас тут есть под боком. Никуда далеко. А, кстати, гнездо. Логовый сирен. Надо бы от него избавиться. А, и надо тут еще зачистить территорию, кстати. Кто-то не успел. Это эхидно. Все, готово. Войслауна. Ай, добрую работу сделал, вязьмак. Доволен. Славно. Опасность миновала, и жители вернулись домой. 50 крон. Ох, много. Лучше на седло яблоко. Еще труп. Дашь меч подержать. Травник. Так, у травника могут быть рецепты. Хочешь купить что-нибудь из моих запасов? Пока. Так, так, так. Что у тебя тут есть? Ничего. Аринарию купить парочку. Все равно желудка в тролле у него нету. Ладно. Прощай. Ну, мы уже все тут облутали. Донор такой святош. От того, что когда-то жрицу опозорил. И гнева Модран боится. Оставь меня в покое. Это не для моего ума. Так, надо посмотреть задание. Вот, следующее получается Ведьмачьей древности улучшения школы Волка 2. 21 уровень. Геральт обнаружил карту, на которой были обозначены тайники со старыми ведьмачьими чертежами. Он решил найти их в надежде улучшить свое снаряжение. Так, и посмотрим. Так, не алхимия. Как там изготавливать? Ремесло. Кстати, большой глиф игни можно изготовить. А, нам надо изготовитель, только мастер, понятно. Там задание надо будет выполнять. Точно, точно. Можно пять штук будет изготовить. Вот куда деньги, кстати, можно потратить. Большие камни вот эти понаделать. Да. Но школы... Эти самые мечи школы медведя нет смысла делать. 20 уровень, ничего хорошего. У нас практически топ. Из того, что может быть на данный момент. Так, где это у нас... Ага. Сначала сюда, тут прямо вот на этой точке будет. У нас было нелегко. Так, ночь у нас. Где-то здесь. Сдается мне, здесь мы вообще-то ходили. Вот, походу, дело. Чертеж. Стальной меч. Школа волка. Улучшен. Большой глиф аксии. Так, здесь все. Полетели дальше. Чего тут олени столпились? Тут плыть надо. Наверное, в той пещере будет. Которая мы с другим ведьмаком ходили. Как там его зовут? Тут же забыл. Ламберт. Здесь мы с Ламбертом были. Блин. Далеко придется намочиться. Муж, извини. Так, что там взять? А, прям под водой? Ха, нормально. Все, выполнено. Ведьмач и древности улучшений школы волка 2. Выполнено. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.